Привет, планета! Меня зовут Ольга Землякова. Наступил сентябрь, школьники пошли учиться, а в общеобразовательную программу до сих пор не вернули астрономию. И сегодня поговорим об этом. Поехали! Напомню, что отменили астрономию в 2007 году, и после 2007 года она в школах не преподается. Хотя и до 2007 года она была не во всех школах, а там, где была, был всего лишь один урок в неделю, что, как вы понимаете, очень мало. Да, скажешь ты, дорогой друг, а зачем она нужна? Эти знания вообще не пригодятся в жизни. Нет, на самом деле нужна. Прежде всего астрономия дает нам понять, в каком мире мы живем, и то, что он стоит не на трех китах и черепахе. Астрономия поможет нам защититься вот от этого. В древности без технологий люди пользовались только наблюдениями и выживали за счет астрономии, только благодаря своим наблюдениям они знали, когда нужно посеять урожай, а когда его можно уже собирать. То есть астрономия в древности была жизненно необходима. Но теперь мы, страна, которая первая покорила космос, не изучаем этот прекрасный предмет. И вот к чему это приводит. Вопрос номер 2. Назовите дату полета Юрия Гагарина. За 3 дня, это 3 дня, это вопрос. 12 апреля, 1961 год. За 3 дня, это... 1904... ...1904... ...1904... ...1948, или? После войны было, через несколько лет. 12 апреля. Не знаю. Когда Гагарин высадился на Луне? В 1996, по-моему. Не помню. Ну и как раз это было в рамках предвыборной кампании Ельцина Бориса. Да. Какой праздник отмечается в России 12 июня? 12 июня, день космонавтики. А что произошло в этот день? Юрий Гагарин как раз прилетел. Ну, как бы приземлился. Ну да, но бы не. Это связано не только с вопросами об истории космонавтики, но также с мироустройством, с вопросами уже конкретно по самой астрономии. Было уже создано множество петиций и множество прошений возвращения астрономии в школу, но пока этот вопрос безрезультатен, безуспешен на данный момент. Все, что нам остается, это заниматься самообразованием. В сети очень много ресурсов, которые продвигают науку и делают это максимально просто и понятно для людей, которые пользуются этими ресурсами. Один из таких примеров ресурса – это группа ВКонтакте «Космос плюс астрономия для начинающих». И там помимо того, что объясняются самые простые вопросы по астрономии самым простым языком, там еще проводятся розыгрыши призов. И вот я сама недавно поучаствовала. Я не надеялась на победу, но я выиграла вот такую карту «Звездное небо» огромную. И я ее потом повешу дома у себя. Пока что она у меня лежит запакованная. Я ссылочку на данную группу оставлю внизу в описании. И также на YouTube-канал, который ведет автор данного сообщества, тоже оставлю в описании. Так что подписывайтесь. Нет, это не реклама. Я вам просто хочу показать, что учиться не только полезно, но еще и приятно. Тем более я сама розыгрыши провожу. Не так давно канал «Россия-2» поднимал данный вопрос о возвращении астрономии в школьную программу. Также они проводили опросы. И вот вам кусочек из этого видео. Для многих откровениям стало, что наша галактика носит название «Млечный путь», а самым коварным вопросом оказался вот этот. Как называется ближайшая звезда к нам? Не понял. О какой звезде речь? Ну, о звезде вот на небе. Альфа-центавра. Марс. Марс – это планета. А планета и звезда – это не планета, раз? Вообще Солнце считается Луной, но я думаю, что оно не ближайшее к Земле. Я установила мини-селина. Также еще одно из новшеств в нашем образовании, об этом мы говорили по федеральным каналам, что создается портал «Электронная школа». Там будут лекции по всем предметам, но они достаточно короткие, там 5-7 минут. То есть самое основное, самое важное, самое интересное. Снято несколько сотен видеолекций по разным школьным предметам. Затем за дело берутся специалисты по компьютерной графике. И вокруг учителя астрономии, например, начинают летать планеты. Такой теперь будет школа. Обещают разработчики амбициозного проекта от Министерства образования. Но это все-таки не заменит полноценного урока в 45 минут, когда ты можешь задать учителю любые интересующие из тебя вопросы. Но все-таки тоже плюс в том, что хоть какие-то потуги для того, чтобы астрономия хоть как-то вернула школьную программу, они есть. Будем надеяться, что астрономию все-таки вернут школьную программу, вернут основательно и не будут больше ее оттуда выбрасывать. И к ней отнесутся более серьезно, чем это было на тот момент, когда еще астрономия все-таки была. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу по астрономии. Все ссылочки я оставляю в описании. И помните, что наука должна быть интересной и понятной. -end,- -